всем самое доброе утро друзьям что у нас тут у нас несколько сколько там несколько дней в беларуси шли то жара то очень сильный ветер урагану знаете когда деревья с корнями вырывала там остановки сносила вот все эти билборды ну большие такие рекламные щиты все тоже сдувала ну короче такой вот был прямо знаете страшно страшно не особо у меня тут много работ как асандрик вон он сладкий заяц и плюс у меня опять колено начал болеть сегодня пойду к врачу так что давайте покажу кокосико первую очередь конечно же вот он и свою работу закончилась она закончила я ее все больше ничего рисовать не буду вот так как есть так и есть так ну вы знаете сначала нами что-то так не нравилось а потом вот она постояла я на нее походила посмотрела и она мне теперь нравится как вам пишите в комментариях что-то мне теперь вот эта девушка нравится ну точнее девушка мне нравилось первоначально вот этот вот ее иллюзорный сад в котором она то мне казалось что я что-то сильно его цветов мало потом мне наоборот цветов слишком много а сейчас вот вы знаете вот она подразмылась еще больше но не само конечно же а я масло и масло можно на палец масло и вот чтобы такие вот размытые вот были вот здесь вот видите как вот вот это вот все поразмывалась это вот собственно говоря берешь пальцем и вот так вот маслицем размываешь а потом если хочется чтобы была глубина чуть чуть больше цвета просто кисточка добавляешь цвета вот получается вот такие размытые эффекты вот ну в целом мне понравилось сейчас вот она мне очень нравится она стоит у нее вот этот еще не очень высох нижний край эти уже все а тут нет так что я еще скобочки переверну и она будет у меня тут стоять вверх тормашечками вот пойдемте покажу что у мне еще есть итак в мастерской в мастерской две новые работки вот это вот синенькая не совсем высохла но так что ее уже можно взять так вот такая вот синенькая из остатчик краски в этот раз у меня было в основном у меня такие зефирные но я их называю зефирные вот задние фоны когда они светленькие а тут я решила немножечко отойти от своей посты повстоянной темы и вот сделала вот такой вот темный и мне очень понравилось ну прям такое такая прям классненько думаю вот теперь вот такой же сделать большую вот у меня очень понравилось это сочетание цвет и даже вазу эту вообще это был вот одна и та же картинка цветочная просто вот здесь я оставила только 3 цветочка вот поменяют местами поставила и вот изменила форму вазы ну и соответственно задний фон и этот в тех цветах я не добавляла вот эти вот задние а здесь наоборот оставила задние то есть одна и та же картинка сгенерированная искусственным интеллектом а видите какие разные получились работаем кстати вот та работа это тоже искусственный ну короче грубо говоря цветы там везде одинаково я туда просто сделала другой вазончик вот и вот это те же самые цветы но вазончик другой и задний фон я тоже тут решила сделать другой тоже видите осталось вот это вот краска у меня я просто мастихийном со шкребла с палитры вот всю краску которые были на место и вот у меня задний фон собственно говоря и вот получился с этой краски тоже очень необычно не моих цветах постоянных и за счет этого мне она очень понравилась а вазон уже произвольная просто просто самое обычное единственное зеленого вот если вы заметили здесь один только цвет зеленого а потому что зеленого не было на палитре я думаю тут еще чуть-чуть добавить пару таких листочков чтобы глубина появлялась то есть когда мы что-то затемняем а сверху посветлее то есть и отходим смотрим то нашему глазу кажется что то что потемнее она как бы глубже а то что посветлее перейти ну вот глубины мне кажется не хватает так так вот нормально кстати и вот тот те цветы ну грубо говоря это все одни и те же цветы одна и та же картинка просто я мне эта сеть генерирует ну одни и те же цветы но раз в разных вазонах вот в результате там вот такой этот вазон здесь он вот такой вот вазон здесь такой вазон вот это моя работа это тоже с этой же картинки ну то есть это все одно и тоже так что вот вот это вот конечно у меня прям любовь любовь моя новая очень она мне нравится ну вот это тоже кстати за счет того что он такая необычная мне вот это необычное и вот это вот у меня еще такое тоже необычное и вот мне такие необычные которые мне получается очень нравится вон той работать так как у меня очень много синего оставалось а я немножечко еще задний ой извините внизу немножечко еще задний фон изменила короче мне показалось что слишком много цветов задних и я их короче по закрашивала потому что нос сильно сильно мне что-то не понравилось поэтому у меня теперь их гораздо меньше так что вот такие делишки итак друзья вот моя вот это последняя работка по ней мастер-класс который был такая яркая интересненькая понравилась она мне вчера вот этот вот здесь мне нет еще не высох ту я вам уже показывала давайте это аккуратненько возьму а здесь мне очень понравился этот вазон вот такие вот хочу такие вазоны рисовать они они очень понравились хочу такой сейчас еще нарисовать может синий или зеленый синий вот у меня похоже есть может зелененький такой вот такой вот очень мне нравится ну и цветовая гамма такая вот мне очень понравилась короче вот это вот моя вот это моя теперь фаворит вот это вот моя фаворит короче нравится мне вот такие вот у меня похоже но из этих похожих вот здесь вот но здесь все равно вазон более правильной формы чем мне вот это нравится тем что вот он такой неправильной формы а я вот все-таки пытаюсь научиться рисовать вот такими все-таки больше неправильной формы хотя вот это мне тоже нравится но здесь вот какой-то очень структурированного зон я сейчас опуху упала а я сейчас стараюсь все-таки больше экспрессии своей работы добавлять чтобы она такая была более интересненькая вот здесь вот тоже видите очень такой тоже правильной формы все-таки все-таки хочется мне немножечко другого вот поэтому я так вот пытаюсь пытаюсь свой стиль нащупать девушка набросала я ее пару дней назад вот такая вот ангельские крылья я ей вот в лопатки их поэтому что не знаю как анатомически у ангелов крылья я кручу тебя приделал вот так развернула и голову ну короче вот такая вот она будет у меня задний фон пока что я еще не решила какой хочется мне что-то такое на сине-фиолетово в розовинку что там ну в общем сейчас видите свет вот я подожду еще на часик света сюда уйдет и можно уже будет приступать к этой работе итак друзья поставила я ее сюда чтобы походить посмотреть что мне может быть исправить что добавить ну короче вот такое вот ангел ангел не знаю нимб рисовать или нет как вы думаете пока рисовать не буду но напишите в комментариях я сначала думала что может нарисовать и поталию золотой выложить это же ангел вообще ангелами с нимбами или нет ну короче я в этом фольклоре не очень разбираюсь поэтому не знаю так она еще не закончена конечно же не закончена я еще платье надо спадающий такой из плечика вот здесь вот будет так вот эти платьицы а и губы очень большие то есть их надо вот так вот где-то убрать вот уберу краска еще такая очень мокренькая потому что я живу ком вчера в 10 часов вечера с большего закончила но тут еще видите тут как бы желтая в перьях желтая и желтого хочется еще вот пару мазочков вот сюда куда-нибудь ну в общем давайте сейчас я ее поставлю и мы с вами на как раз начнем ее доделывать а тут у меня продажа опять продалась моя картина второй раз уже страсть мне она тоже очень нравится поэтому я ей третий раз нарисую это формат у меня такой небольшой я вот не помню сколько он там 30 на 40 или 30 на 45 ну в общем небольшой форматик но я ее нарисую еще на 40 на 50 потому что у меня только остались холсты 40 на 50 и больше вот так что еще одно такое нарисую страсть тоже с потали ну короче вот она мне тоже очень нравится отправлять буду в беларуси здесь вот на соседнем микрорайоне запаковывать буду я в пленку и вот картонка это картон что-то я покупала вот от него короче собираю картон и отправляю в картоне сейчас уголки главное ну и самую заверну и потом в пленку он тут в принципе в соседний микрорайон не так уж не боюсь я что может чуть-чуть поталь по отпадает но она как бы тут все что от под отпадет вот такие вот маленькие хлопушки они тут и не должны быть потому что здесь поталь чисто так номинально то есть я первая у меня картина была очень сильно в потале а эту нет я не хотела вообще весь мой картон ушел на вот такую вот подставочку видите у меня короче произошло недоразумение так как у меня картины вот эти мальки они только на масле то есть они сохнут очень долго и если там неделька она постоит а потом ее поставить неделька постоит и потом под поставить их один к одному ну даже если что-то между ними поставить а то все равно краска у меня же все работы они очень объемные то есть краска потом как бы при как бы как-то приплюскивается мне такой эффект ясное дело не нравится и я вот короче вот были очумелые ручки у меня вчера будет час работы и вот такую вот я штуку сделала вот так вот я ее вырезала это там два вида картона потому что вот этот вот такой пенчатый он очень легко прорезается просто канцелярским ножом так это поделала 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 без линейки без ничего короче все на глаз и вот так поставила очень даже хорошо вот они стоят не не прикасаясь но они да и не должны ну тут ведь видите очень объемные поэтому не хочется чтобы они очень сильно друг с другом на обжимались но по крайней мере пока хорошо не просохнет краска и то же самое у меня вот здесь вот получилось еще на 10 сначала сделайте 10 поняла что это очень мало и потом еще вот на 15 так что вот они у меня ну а вот эти вот которые для просыхания это напоминаю обычная подставка под посуду сушка для посуды они есть такие металлические есть деревянные деревянные обычно дешевле чем металлические вот так вот все вам тут рассказала показала здесь у меня еще одна моя девушка стоит и и в следующем влоге с вами будем рисовать и давайте крылатую девушку так закончим ну что друзья поставила я в общем тут камеру возьму тоненькую кисть и сейчас сначала немного ей губежки уменьшим беру белила чуть-чуть желтенького так как здесь у меня такой лимонный фон то над таким же сонам ей их и убрать желтый белила и каплю какого-нибудь голубого это лимонный фон так еще липкая каплюшечку я ей так вот затру вот так вот и вот так вот гораздо лучше вот так вот вот и они уже у меня такие не пельмешка подобные выглядят так сейчас ей платится которая будет так вот с этого вот боку у нас полупрозрачно вот отсюда вот как-то вот так для этого белила сейчас начало такой голубеньким просто небольшую такую и так как здесь у меня чисто голубых цветов нет они все как бы с чем-то то тут мы тоже чуть-чуть его как бы с коричневым смешаем и тогда получается такой не прям голубой 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 а какой интересненький цвет есть он на коричневый то марс у меня по-моему темный и думаем думаем вот я думаю что вот отсюда будет вот так вот чуть-чуть еще вот отсюда пойдет он будет вот так вот ниспадать вот тут будет у нас ведь соответственно вот отсюда вот так вот его и нарисуем рукавчик не рукавчик непонятно на самом деле что тут у нее так ниспадающие вот этого часть она локоток я хочу чтобы увидим то есть вот здесь вот чуть-чуть затемнюю чуть-чуть побольше еще коричневого и голубенького это у меня голубой фц и вот он будет такой теневой хороший теневой цвет и вот этим вот вот получается вот сюда мы положим вот теневое небольшое теневое здесь вот у меня прям такая тень идет и я ее тоже как бы как складочку тоже такое сделаю вот так вот и вот здесь с этой стороны то есть и там чуть-чуть и там чуть-чуть чтобы глазу потом нам казалось что вот там что то есть вот здесь вот я продолжу этим цветом вот так так эти два у меня готовы цвета а теперь вот чуть-чуть потемнее вот хочется мне вот где-то капельку вот этого чуть-чуть потемнее цвета какой он там был вчера я уж не помню поэтому возьму темно синий темно-синий было просто синий синим и опять добавляю чего-нибудь коричневого отправила я кстати ну да вот очень похож отправила я свою картину надо будет на выходных еще одну такую себе забахать потому что она мне сама по себе очень нравится и вот людям нравится вот такой вот еще такой шлейф сюда и туда вот будет уходящий такой какой-то какой-то такой непонятненький вылезни 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 что-то такое непонятник вот можно на самом деле и закончить но так как у нас тут есть я уже на пять целых минут давайте наверное это видео закончу точнее я сейчас быстренько доделаю и покажу вам уже конечный результат моей девушке вот так вот друзья вот такой вот у меня финальный результат немножечко я тут и подобавляла в юбочки чтобы она посветлее потому что эта часть как бы на свету вот плечо исправила потому что оно какое-то у меня было непропорционально девушки девушка такая тоненькая изящная поэтому и и плечо тоже на сделала вот такое ну и вот этот стекающие плечиком мы с вами нарисовали этом чуть-чуть только светленьких элементов подобавляла и вот такая вот она у меня и останется чуть-чуть просохнет сфотографирую и выложу сейчас я продаю картины только но вообще зарегистрировалась на как-то мастеров там что-то российская вот это вот ярмарка ярмарка мастеров но там не просмотр что нет и этот я все заплатила реклама но как-то очень-очень там не пишут люди типа ну а можно вот вот это вот но завтра чтобы она у нас была или вот нарисуйте мне картину вот в других цветах но чтобы за неделю она тоже была у нас там до определенного момента ну короче это нереально я то ее могу за день допустим если я не работаю нарисовать но она просто не высохнет а им надо мне как минимум 23 дня чтобы просто вот схватился в час он еще липкий слой то есть надо как минимум еще завтра не только послезавтра я смогу отправить пусть пока она дойдет в россию ну не знаю сколько там пройдет еще может недели как минимум ну короче вот продажи меня пока что вот так поэтому продаю только вот здесь у нас беларуси тоже на сайте вот потом поеду в америку а там уже буду зарегистрируюсь там на нескольких площадках а еще вот буду потом будем с вами смотреть как там пойдут по продажам моя девушка вот про нее уже я ее только нарисовала только выложила и уже два человека мне спросили но пока что никто купить ее не захотел а здесь буду вот этого кита перерисовывать этот отправиться к маме она все говорила что ей так нравится нравится но вот в результате кита у нее будет почему перерисовывать потому что когда последний раз на выставку я его возила она у меня упала упала и очень нехорошо упала в результате у меня там писяги их так вот далека не видно но вблизи видно поэтому я ее уже продавать не могу а перекрывать слоем краски я уже пробовала перекрыть и она все равно видно поэтому вот эту работу к сожалению придется перерисовать я как-то не соберусь потому что по ней тоже как бы просмотров очень много ее так и не купили но просмотров много ну и плюс там холст тоже был не того качества которые вот на продажу я и продавала дешево ну так никто ее не купил а сама картина мне очень нравится поэтому я ее конечно же потом перерисую вот это вот новенькая моя и там тоже балерина спряталась она туда прячется от робота-пылесоса ну а на сегодня это все а я кстати переборола себя и сходил к зубам ужасно бою зубных на вот и все нормально у меня зубами там только камень надо почистить и зуб в мудрости с одной стороны я сделала снимок нужно будет удалять зуб мудрости надеюсь они его вырежут потому что он у меня так вылазит но у меня в челюсти нет места для него так что вот так что это последние несколько дней по зубным бегающего вот предстоит до конца недели надеюсь что вопрос решу хотя бы когда операцию эту назначить у нас обычно операции если такой зуб проблемный то только в больницах так что еще придется наверное больницу ложится там типа на три дня вот она сегодня это все огромное спасибо всем поставить пальцы вверх всем удачи и пока